Доброе утро, дорогие друзья! Извиняюсь очень сильно за опоздание. 10.05. Все, буду стараться в 10.00 начинать. Извиняюсь, если кто-то ждал и нервничал. Есть люди, которые очень относятся к опозданиям педантично. И я извиняюсь перед вами в особенности. Уважаю ваши чувства. Все. А мы продолжаем изучать Тору. Мы продолжаем изучать Тору. И изучаем мы по системе ХИТАС. ХИТАС, значит, это ХУМАШ, ТАНЯ, ТАИЛИН. И сегодня мы находимся в недельной главе, которая называется КИТАВО. Когда придешь ты в землю. То есть, это глава как раз Мошарабену. Перед тем, как умереть, он говорит народу Израиля, вот он всех собрал. И всем говорит, вот, я вам сейчас расскажу, что будет дальше. Что будет с вами дальше, как будет развиваться ваша жизнь. И, значит, как раз это недельная глава, часть книги. Дворим, последняя книга, которую Мошарабену сказал перед смертью и записал. И говорит он сегодня, 27-го отрыва, говорит он так. Войцам Моше вазикне Исраэль, эт Аам, лемор, значит, и приказал Моше, и старейшины Израиля, народу, говоря. Значит, представьте себе, 40 лет они ходили по пустыне. Вот они 40 лет ходили по пустыне. Они не ходили 40 лет. Знаете, принято говорить, 40 лет ходили. А у них было 39 стоянок за эти 40 лет. По-моему, 39, может быть, я ошибаюсь. Ну, плюс-минус около 40. Около 40 стоянок. Были стоянки, на которых они стояли более 10 лет на одном месте. Были стоянки, на которых они стояли несколько дней. Они двигались по приказу Всевышнего. То есть, возле ладеря был такой огненный столб, там, облачный столб. То есть, были явные чудеса, явное было присутствие Всевышнего. И когда столб начинал двигаться, они двигались вместе с ним. Когда останавливался, они останавливались. То есть, они приучались 40 лет двигаться по воле Всевышнего. Они вырабатывали вот такую постоянную ежедневную связь с Богом. Даст Бог день, даст Бог пищу. Даст Бог день, даст Бог пищу. Каждый день им выпадал с неба ман. И они понимали, вот 40 лет, представьте, тренинг. Когда ты понимаешь, что ты не можешь на завтра оставить себе еду. Нету. То есть, ты не можешь, там в пустыне ничего не растет. Ты просто понимаешь, что сегодня Бог тебе дал кусочек. И ты понимаешь, и завтра он мне даст кусочек. И так продолжалось 40 лет. Все. Это они тренировались, что не хлебом единым жив человек, а всем, что исходит от Всевышнего. Они тренировали то качество, которое называется битахон. Уверенность во Всевышнем. 42, вот Владимир Савельев пишет. Да, плюс-минус. Вот, по-моему, 42. Он прав. Теперь, значит, дальше. Они тренировали это качество. Они учили Тору. И, значит, подошли они, наконец-то, к земле Израиля. И вот Машей Рабейну. Он их всех собирает и говорит, мне Всевышний не дал возможность зайти с вами в землю Израиля. У Всевышнего другой план. То есть, он Машей Рабейну не разрешил зайти в землю Израиля. Вас заведет Иушуа Бенун. Вот мой ученик. Вот он будет вместо меня. И Машей Рабейну с ними прощается. И он им говорит вот эти последние наставления. И вот он говорит. Собрал он народ весь. Старейшины. И он им говорит. Шморы тколя митсва ашеранухими цавеская маём. Он говорит. Сохраняй все заповеди. Каждую заповедь. Все, что Бог сказал, важно. Шмор, сохраняй. Это он говорит. Каждую заповедь. Обращаясь в единственном числе. Это как Тора же она на все поколения. Которую я приказываю тебе сегодня. И Раши нам говорит. Написано в настоящем времени. Написано. Он подчеркивает. Шморы тколя митсва. В настоящем времени. То есть, идет обращение не только к тем, кто стоял тогда. Но к каждому из нас идет это обращение. Сохранять в настоящем времени. Ва-я. Ва-я. Ба-йом ашер та-авру. Это Арден. И будет. В день, когда вы перейдете реку Ярден. Они подошли к реке Ярден. Это как раз как граница. Заходят они в землю Израиля. В землю, которую Бог Всесильный твой дает тебе. Он говорит. И установи там камни большие. Возьми какие-то большие камни. И смажь их белой глиной. Сид это как побели их. Сейчас сид это переводится на русский. Ну, от штукатурих. Да, от штукатурих эти камни. Возьми большие камни, от штукатурих. Раша объясняет, что за камни. Ба-ярден. Возьми эти камни из реки Ярден. Река Ярден перед ними расступилась. Тоже там было проявление Всевышнего Чуда. Как море расступилось, так же потом и река Ярден остановилась. И они прошли, вот так весь народ Израиля прошли посуху через реку Ярден. И, значит, в Ахарках-то выточи оттуда камни. И построи из них, в Мизбеах, построи из них жертвенник на горе Эйваль. Это уже там, где был, еще раз там было такое специальное. Стали они все гора Эйваль и Грезим. Половина стала на одной горе, половина на другой. В общем, здесь в трактате Сата в Талмуде объясняется, что было приказание, тут же это письменная тора, это код. А в устной торе разъясняется. Было указание взять три из реки Ярден. Нужно было взять три набора камней. Один оставить там в память о переходе через Ярден. Второй набор камней нужно было поставить на горе Эйваль. И третий нужно было в Дельгале поставить, третий набор камней. Сейчас мы узнаем, зачем был третий набор камней. Очень интересно. Вот сейчас такая вещь, которая прямо очень многим раскроет глаза. Написано в торе так. Напишешь на третьем вот этом наборе камней, побеленных. Все слова торы, которые вы слышали от меня, все слова торы, которые Машер Абену получил от Всевышнего, нужно было записать на этих камнях, побеленных, записать на этих побеленных камнях. Для того, чтобы, когда ты придешь в землю, которую Бог Всесильный твой дает тебе, землю текущую молоком и медом, как говорил Бог Всесильный твоим отцам, как говорил тебе Господь Бог, отцов твоих. Значит, как говорил Бог? Он же говорил это, обещал праотцам, Аврааму, Ицхаку, Яакову. И, в принципе, вся вот эта история, представляете, как она интересно складывается? Вся история, вот заходит народ Израиля, заходит в землю Израиля, река раступается, море раступается, тора дается. За что? За то, что три человека всего были, Авраам, Ицхак и Яаков, праотцы, и они искали соединение со Всевышним, путь к Всевышнему. Они полностью посвятили свою жизнь тому, чтобы создать внутренний вот этот коннект, внутреннюю связь со Всевышним. Всевышний эту связь проверял, насколько они слышат голос Всевышнего. Это называется испытание. Именно во время испытаний, когда человек ставится в условия, когда он не знает, что делать, и такое давление, и тут и проверяется, что им руководит. Или им руководит его животная инстинктивная часть, которая однозначно, мы ничем не отличаемся там от кошечек, от собачек, от каких-то овечек, в своей животной инстинктивной части. Она хочет только выживать, размножаться, кушать, спать, все. Теперь, и Бог их проверял в ситуации испытаний, или они действительно слышат Бога. И они, значит, прошли все испытания, и Он им говорит, все, значит, ваши потомки унаследуют эту землю, но теперь для того, чтобы потомки, они смогли унаследовать эту землю, они должны были пройти такие же испытания. И как Авраам Авину от голода пошел в Египет, так же сыновья Якова спустились в Египет. И, то есть, интересно очень, прямо в той же земле, куда спускался Авраам, они жили. И они прошли все эти испытания, вышли, 40 лет тренировались, и вот теперь как раз Маше им говорит, напиши слова Торы на камнях этих, и что если ты будешь эту Тору сохранять и будешь выполнять заповеди, вот тебе эта земля. Значит, дальше, дальше говорится здесь так, И будет, когда вы перейдете Ярден, и ты поставь эти камни, которые я приказываю тебе сегодня на горе Эйваль, и их тоже, значит, смажь их известью, то есть, ты эти камни смажь известью, и построй там Мизбех Лаашем Элокеха, построй там жертвенник для Бога Всесильному Твоему, Мизбех Аваним, жертвенник из камней, Лотаниф Алеем Барзель, не поднимется на него железо. Значит, нельзя эти камни было обтесывать, нужно было эти камни подобрать таким образом, чтобы они подходили друг к другу, построить этот жертвенник большой, и смазать его жертвенник этим глиной, глиной известью такой, да? Дальше объясняется, Аваним Шломот Тивне Эт Мизбех Ашем Элокеха, значит, цельными камнями построй жертвенник для Бога Всесильного Твоего, Вэ Алиса Аллав Олот Лаашем Элокеха, и вознеси на них, Олот, это жертвы всесожжения, Господу Богу Твоему. Значит, все жертвоприношения относятся к разряду постановлений. Мы не знаем, не понимаем, как это работает, но в этом отражаются какие-то духовные, мистические законы, которые действуют в духовном мире. И жертвов всесожжения, ее полностью сжигали, она полностью поднималась, как бы, как от человека, в принципе, тело из праха пришло. Ну, то есть, что такое, откуда тело-то взяло человека? Тело человека взялось из сперматозоида, и яйцеклетки. Вначале каждый из нас был вот такой вот маленькой клеточкой. И вот эта маленькая клеточка, одноклеточное существо. Здравствуйте, мы все были одноклеточные. Вот всем шалом, даже самые продвинутые люди, которые прямо цари, министры и президенты, они все были когда-то одной клеточкой. Потом эта одна клеточка получала питательные вещества откуда? Из земли. Вся таблица Менделеева, она поднималась из земли и с помощью растений переходила в животных, с помощью животных и растений переходила в человека и развилась вот это вот. То есть, тело человека сегодня, это такой биоробот, но это та же земля. Таблица Менделеева, только вертикально, знаете, человек же состоит на 70% из воды, это вертикально ходящая лужа. Человек это вертикально ходящая лужа, в которой в этой луже размешана таблица Менделеева. И, значит, потом, когда душа выходит из человека, душа вышла, оно опять все осело, в землю закопали и вернулась в таблицу Менделеева. Опять в землю. Так то же самое происходит жертва всесожжения, это символика такая. Да, вот было животное, бык такой бегал, а тут этот бык, оп, дрова, нет быка, один пепелочек от быка остался. То есть оно как-то показывает жертвоприношение, бренность всего существования, но оно может подняться, представляете, огонь поднимается, на жертвеннике столб дыма, он шел вертикально в небо, это тоже чудо такое было. В общем, люди в этот момент, они понимали, что вообще в жизни главное. Дальше, значит, жертвенник из цельных камней, железо на него не поднимется, и дальше, везавахта шламим, вэахальта шам, вэсамахта лифне шам и лакеха. Теперь, ну, были еще жертвы, которые называли жертвы мирные. Значит, жертвы мирные, брали этого быка, его, его специально, священник его специально делал, ему шхиту, и дальше этого быка, кусочки его сжигали, на жертвеннике, да, то есть это была жертва, посвященная Всевышнему, но остального быка все съедали, и что, и радуйся перед Богом всесильным твоим. То есть, брали, брали этого быка, мясо это, знаете, такой прям гриль, такой настоящий гриль, на огне, и вино такое было, да, съедали, но все это делали для чего? Прямо написано в Торе, вэсамахта лифне шам и лакеха, и радуйся перед Богом всесильным твоим. Все. Вся эта жизнь, пока ты живешь, пока ты вертикально ходящая лужа, с таблицей Менделеева, и ты можешь разговаривать, жить там и так далее, радуйся, радуйся, радуйся каждому моменту жизни. Вэсамахта лифне шам и лакеха. Не обязательно быка этого покушать, скушал колбаски кусочек, кошерный, и говоришь, Ка, класс, какой Ка, Всевышний для меня вырастил быка, построил фабрику, потом эту фабрику сделали мне колбасу, я сейчас ем эту колбасу. Спасибо Всевышний за колбасу. И дальше, очень интересный отрывок, который, который очень прям, с одной стороны непонятный, с другой стороны понятный, сейчас много тоже станет понятно. Смотрите, это восьмой отрывок, двадцать седьмого, восьмой посуд, восьмой, восьмой, как бы, отрывок, двадцать седьмого отрывка, книги дворим, пятикнижие. Написано так, Векатавта аля аваним, и напишешь ты на камнях, этих белых, побеленных известью, Этколь девряя Тора Азот, все слова Торы Этой, Бээр Эйтеф, разъясненные хорошо, разъясненные хорошо. В Торе написано, напишешь все слова Торы Этой, разъясненные хорошо, на камнях. Объясняет нам Раша, который знал всю Тору, Бэр Эйтеф, он объясняет Бэр Эйтеф, Бэшви Млашон, напишешь на семидесяти языках, на семидесяти языках напишешь, то есть Тору изначально Бог дал на семидесяти языках. Зачем? Чтобы весь мир ее знал. А зачем весь мир должен знать Тору, если это только для евреев? Это вопрос, это большой вопрос, на который ответов может быть несколько, потому что интересно, дальше мы чуть-чуть, если успеем сегодня, еще четыре минуты, там книга Тания, вот кто такой еврей, кто такой народ Израиля, кто такой еврей. Если, например, Маугли в лесу, он родился, он еврей, но он даже говорить вообще не может, и он не знает ничего, ни про Тору, ни про Бога, это одна ситуация. Другая ситуация, человек, который, племянник Андриануса, римского императора, Антелос, который мы учим сейчас Тору, уже почти две тысячи лет, с его переводом на рамейский язык, обязательно нужно учить Тору с переводом Антелоса, он был не еврей, римлянин, но он изучил всю Тору, стал евреем, то есть еврей это тот, кто соединен со Всевышним, и возможно, изначально предполагалось, что есть Тора на 70 языках, для того, чтобы любой, тот, кто хочет соединиться со Всевышним, он мог эту Тору изучить, принять и соединиться со Всевышним, возможно, но фактом является то, что Моше Рабейну сказал записать Тору на 70 языках, значит, и дальше, дальше, последний на сегодня отрывочек в Хумаше, в пятикнижии, И говорил Моше Рабейну, и священники, и колено левитов, это колено, которое служило в храме, всему народу Израиля, говоря, говоря такую вещь, Говорят они такую вещь, внемли они говорят, внемли, и слушай Израиль, Айом, Азе, именно в этот день, Ниета, Лям, Ля Шемел Кеха, стал ты народом для Бога Всесильного Твоего, значит, раньше нам объясняют, почему написано в этот день, ведь Тора была получена 40 лет назад, 40 лет назад, когда вышли из Египта, получили Тору, Яаков, праотец иврейского народа, который получил имя Израиль, это было еще до этого за несколько поколений, за несколько поколений, до этого был Яаков, почему именно Авраам Авину был за, это был дедушка Якова, почему написано, Айом, Азе, почему написано, в этот день, стал ты народом для Бога Всесильного Твоего, раньше объясняют, Беколь Йом, Ию, Бейнеха, Киилу, Айом, Бата, ему, Бабрит, пусть будет каждый день в твоих глазах, как будто бы ты сегодня пришел с Богом в союз, то есть нельзя относиться к Торе, как к чему-то, а, когда-то, где-то, почему-то получили, не получили, а, типа, это старое знание, нет, ты утром проснулся, первые слова, И каждый день это новый день, каждый день это новая душа выходит, уходит, выходит, заходит, каждый день еврейская, каждый день душа заходит в человека и вопрос, если ты сегодня принимаешь Тору, если ты говоришь сегодня, вот у меня есть время до вечера, я, значит, буду сегодня служить Всевышнему, то каждый день новый, я сейчас вспоминаю, есть такая книга, она меня произвела за последнее время, она огромное впечатление, я первый раз прочитал год назад, книга называется, она невероятная, так она и называется, это книга, в которой рассказывается история, как один еврей прошел 6 концлагерей, всю войну, с 1939 года по 1945 год он прошел все 6 концлагерей, включая варшавское одето, нереально выжить было, то есть шанса выжить ноль, и когда его спрашивали, как он выжил, он говорил, вот как он рассказал, да, он говорил так в этой книге, говорит, я каждое утро просил Всевышнего только одно, дожить до вечера, то есть я говорил, я не знаю, что будет завтра, не знаю, что будет послезавтра, я вообще этого ничего не знаю, у меня есть только оем, только сегодня у меня есть, я тебя прошу дожить сегодня до вечера, одна у меня к тебе просьба, дожить до вечера, и так он делал все 5 лет в концлагерях, в разных, вокруг, что только не творилось, и он выживал, и вот этот совет, он для нас, я думаю, сегодня самый важный, значит, мы сегодня тогда другие части, вы сможете прочитать, очень хорошо разъяснено, кстати, все на русском языке, вот на каждый день, мы сейчас публикуем, к описанию урока, мы публикуем каждый день, видите, внизу ссылочка на русском языке, объяснение, все, что я вам рассказываю, только я вам рассказываю, как я понял, а вы можете прочитать, понять по-своему, так вот, значит, мы дальше сегодня не пойдем, уже 20 минут закончилось, очень важно понять, каждый день новый, у нас есть у каждого, каждый день возможность, прямо вернуться ко Всевышнему, прямо принять одно главное решение, что Айом, сегодня я буду соблюдать заповеди, я буду делать то, что мне Бог сказал делать, и можно каждый день установить с Богом контакт, и сейчас лучшее время для этого Ктивава Хатиматова, хорошей записи, и хорошей печати, мы приближаемся к моменту, такому, день суда, да, вот прямо осталось уже, меньше, чем две недели, и в этот день, очень классно прийти, и сказать Всевышнему, я новый, все, вот сегодня, я новый, у меня есть на будущий год цели принять всю Тору, соблюдать заповеди, служить тебе, помогать людям, быть добрым, хорошим человеком, и Всевышний даст нам всем хороший год, все, всем удачи и успехов, Ктивава Хатиматова.